Всем привет! Привет! Сегодня мы пойдем в реньеру смотреть, как рисуют местные мастера Мастера Мастера, мастера Возможно, мы найдем настоящего мастера, но не факт Но это не точно И зададим им каверзные вопросы Что еще будет? В общем, будет интересно, поехали! Вообще, можно отдельное видео снять Про разводы, которые есть в Сочи И вот, один из таких разводов Это животные, которых просто вешают на тебя Бедные животные вцепляются в тебя Лишь бы убежать от этого хозяина Вот, и если ты делаешь фотку То сразу, соответственно, ты им должен денег Вот, такие дела Так, мы подходим к одной из точек татуировок Давай сразу определим, какие мы вопросами зададим Я сейчас поимпровизирую Какие косички А Мехенди, кто рисует? А? Мехенди, кто рисует? Все рисуют Все рисуют? Да А чем рисует? Мехенди, кто рисует? Мехенди А цвет какой? Да А сколько по времени рисовать? Нет 15 20 25 Минус 20 рисовать стоит 2000 Да А цвет какой? А, ну выбирай, да, можно? Черный, коричневый Аллергии не будет? Нет Если у нас давно нет аллергии, то не будет Точки Нет, нет Точки Чуть-чуть У меня аллергия на масла есть, когда я не чувствительность умножаю То есть, хорошо Ну, я не знаю Вот на парфюме, на косметику Поливай, поливай Ну, давайте я сейчас по косичкам до плитой Я вам маленькую точечку поставлю Но когда ждем, вот, нас Если будет электрическая реакция, то все хорошо А держаться сколько будет? Шанс или двух недель На двух недель? Да Ты плохой шпион Я плохой шпион Надо кого-нибудь подослать Подослать Ну, что мы поняли Половина дизайнов не их Не подписаны Подают, ну, говорят, что хна есть черная, коричневая и так далее Хотя хна, натуральная, только коричневая бывает На хну априори аллергии быть не может Может быть реакция только нефирные масла И она уже запаниковала тогда, когда сказала, что у меня аллергия есть на эфирные масла, на косметику и на парфюм Тогда она сказала, ну, давайте мы вам поставим точку и все То есть сама она не предложила, она не спросила об этом Это важно, во-первых Во-вторых, она сказала, что рисовать 2000 рублей будет стоить рисунок, при том, что рисовать всего 20 минут Ну, я знаю, что они там так не нарисуют Ну, знаете, какую цену, чем рисуете Как держится Все, все рассказывайте Есть хна, она держится 2 недели, есть краска, она держится дом месяца Стоит 300 рублей, вы можете покажите, чтобы вам радует А тут ваши работы? Не ваши А сколько вот на спине стоит? Не меньше Не меньше Не меньше А сколько по времени вот на спине рисовать? Сколько раз будет Нужно на минут 20 только рисовать Минут 20? Рисовать, да 15 Вот это за 20 минут? На 20-15, просто тут, посмотрите, девушка, симметрия Нужно будет еще Вот это все вы можете нарисовать за 20 минут За 20 минут, да, на бросок, а обратите это так же Включим на бросок, да Ручка обручена гелевая Хотите на спину себе? Масштаб такой Я думала, намного больше рисовать, может часа 2-3 А, нет, ну что это шабровка, очень быстро навраска И списки Ну, списки Не переводите, получается? В общем А цвет какой? Есть Настоящий Ну, у меня уже подсмылся Какой цвет? С женой Вы снимаете мою собаку? А, нет Есть Чем Есть Чем Вы рисуете? Не знаю Какие Пищи А можно посмотреть на материалы, то есть чем конкретно рисовать? А там аллергии нет, просто у меня кожа светлительная, к цитрусам вот попсунула Да Там больше нет ничего? Ну А это уже закончилась, ну Вот такая краска Вот этот наш? Это краска А тут состав написан? Мы из России заказываем эти на реставре. Это опасно. Это опасно. Вот так вот, оказывается, неха – это хна. Краска – это хна, оказывается, представляете? Там нет ничего, кроме хны. И если в первом варианте хотя бы нам предложили поставить точку, проверить на аллергию, то во втором случае нам сначала сказали, что у них есть хна и краска. Я уже обрадовалась, думаю, вау, честные люди, которые говорят, и знают, что такое хна и краска, различают хотя бы эти понятия. Но тут, когда мы попросили показать нам материал, которым они рисуют, она достала мне две краски и сказала, что одна – это хна, а другая – это краска. И когда я сказала, что у меня есть аллергия на парфюм, на... ну, в общем, именно вот такая вот реакция, да, когда кожа чувствительная, будет реакция на состав краски и даже на состав пасты хны, даже самозамес, когда у человека есть чувствительность к эфирным маслам, она сказала, что там нет ничего, кроме хны, и аллергии никакой не будет. На вопрос, можно ли мочить, она мне сказала, что да, можно, можно сразу все стереть и можно сразу мочить. Да, по поводу ценообразования. Вот смотрите, непрофессионалы, мастера, которые лгут людям, простым, обычным людям, то, что такой рисунок масштабный можно нарисовать за 20 минут стоимостью 5000 рублей. Это же абсурд, да? И при этом они не стесняются брать деньги такие большие. А это о чем говорит? О том, что... Я уже вижу, как человек надеялся, что это будет рисоваться 20 минут, сел рисовать, готов отдать 5000 рублей за 20 минут вот за эти. Да, да, да. А в результате он сидит там второй час, третий час, или может даже не сидит, может он просидел целые 20 минут, но увидел вот эту шляпу, которая там на спине нарисована, я даже не знаю, галечий какой-то, который может оставить аллергию, особенно если у человека чувствительность. По поводу того, что восприятие искажено, да? Ну, человек не знающий, не разбирающийся, он может на этот развод согласиться и пойти. Но вот мы свои задачи ставили сегодня, да и вообще ставим в том, чтобы люди были осведомлены по максимуму, чтобы они понимали и разбирались здесь в том, что это такое, то, что за такое, ну вот то, что они предлагают, это галимый развод. Сейчас мы идем на пляж, на пляж Ривьера, это тоже недалеко от парка Ривьера. Посмотрим, рисуют ли там. Да, я не уверен, что там вообще есть точка. Там была. В прошлом году там точка была, это 100%, позапрошлая. Так что, вполне возможно, мы ее найдем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мне рисовали, можно, чтобы в такой же тематике было? А сколько будет стоить? Можно, можно. Рожа красничка. Размерка. Вот такой цвет. Сна натуральная? Да. Есть сна черная. Черная сна? Да, есть черная, а есть... Вот у девочки. Покажи. А мне сказали, что там только коричневая бывает. Нет. Челаро, фруксидно вообще. Все. Есть черная, и есть коричневая. Нет. Она черная, я делаю сразу. На черную. Есть темно-коричневая, есть светло-коричневая. Вот у вас рыжая. Ну, вы сказали, что еще она потемнее. То есть, вчера рисовали. Уже не потемнеет. Вот это? Красная. Снимайся. Вот тут еще красный, видите, красный. Что-то пошло. Аллергия. А? Аллергия? Нет. Ну, у меня чувствительность, я не знаю, на парфюм всякие. Аллергия, да. Нет. Можно нарисовать красный. Для рисунков по телу, они не вызывают. Они не вызывают? Да, и будет, можно сделать. Там вообще нет. У меня как-то диссонанс такой. Вроде, она натуральная вызывает аллергия, а окраска не... Хна – это трава, которая вызывает аллергия. Окраски – это, ну, как скажем, синтетический состав. И он специально дарит для рисунков по телу, и мы вот деткам вот за таких рисунок, вот за таких. И они аллергии не вызывают. Вот, знаете, потому что рисунок наносится на поверхность, под кожу не проникает в шнан. Сейчас у вас рисунок, да, шнан проникла под кожу, и потом будет сходить постепенно. И мы, потом будет, допустим, уже рисунок не такой четкий, не такой яркий, ну, будут такие пятна уже некрасивые. А сколько будет держаться краски, если рисовать? Краски носятся так же, как и на. Вот на ноге будет держаться, ну, до двух дней. И то, что шрам, то есть, ну, новый достаточно, нормально будет, да? Да, на нем будет держаться как раз, может быть, и хорошо, потому что там кожа такая, думаешь, не гладкая, не жирная. А сначала я... От качества кожи выявляю. Жирная кожа, но рисунки быстрее сходят. Если кожа не жирная, а сухая, носится очень хорошо рисунок. И будет смотреться, как настоящая. Тогда будет морочкой. Такая чернильная, получается? Черная она. Черная. Слишком дорогой, когда она больше не черная, чернильная. Она будет черная матрица. А сколько будет такой большей? Вот такой? Побольше. Да, я понимаю. Такого плана будет где-то рублей 8 тысяч. 800? Да. Это и все равно, чем рисовать. Да. Но кунор вот эту я не буду рисовать. Почему? Потому что... Это можно рисовать. Для кожи. А получается, если краска... Нет, чем кисточки рисуете? Краска может префоренция? Нет. Я рисую от руки. От руки. Кисточки же какой-то. Это специальные, как крафты, сделанные в виде маркеров. Ну, не имя рисуют. Ну, как карандаш. В виде маркеров? Вопрос. Расскажите. Я секрет живу и не буду. Вот когда вам буду делать, вы все увидите. Боди-арт. Знаете, что такое боди-арт? Вот красивый рисунок. Боди-арт уже до первого смыла. Нет. Татуировку. Вон, смотри, по-моему. Да, отпусти нас. Можно все. Вот. Это старый. Кажемат. Подстерлась, конечно. Погнал, галечка покупает. Крупый парень. Это вот этой краской? Да. Ну, просто у него уже смажалось вот такое. В общем, какие выводы можно сделать из этой истории? Мне кажется, она урзовым рисовалась. Ну, подожди, она говорит, какой-то карандаш специальный. То есть, скорее всего, это такая же неха там или галеч вот в этих тюбиках. Интересно, она сказала, что же я вам свои секреты буду раскрывать? Ну, блин, ну да, раскрываю себе свои секреты, потому что я пришла рисовать. У меня аллергическая реакция есть. Я боюсь рисовать. Ты, как мастер, просто обязана меня заверить в том, что это безопасный материал. А хотя бы сертификаты предоставить, состав предоставить. Она тогда заверит и нарисует, чем попало. В общем, будьте бдительны. Не ведитесь на разводы. Если вы хотите нарисовать себе хной, ищите нормального мастера. Вообще, если вы... Что бы вы ни задумали в плане нарисовать себе, тем более такими материалами специфичными, да, вы же не знаете, что там в составе. Находите мастера. Настоящие мастера. Компетентного. Который может вам рассказать про все, про все тонкости. Задавайте максимальное количество вопросов. Вот самый простой способ проверить, человек компетентен или нет, это спросить у него про хну. Расскажи мне, что такое хна. Что там в составе. Да, что в составе. Чем вы рисуете? Нам уже сказали, что там только хна в составе, больше ничего нет, и аллергия у всех на хну. На самом деле, настоящий мастер Мехенди мешает хну самостоятельно. Так, нормальный состав, который можно использовать для аллергиков. Мастер мешает сам. Это хна, вода, масло лаванды и фруктоза. Что касается краски. Могут вам давать краску галеча. И говорит, что она прошла клинические исследования, и на упаковках реально есть значок, что она прошла эти клинические исследования, и ее можно использовать на детях, на беременных, и на людях вообще, в принципе. Но в чем подвох? Вы знаете, что такое клинические исследования вообще? Это могут купить, просто пару людям нарисовать. Ни у кого не дало реакции, а, ну все, значит можно. Тем более в Индии не обязательно сертифицировать всю косметическую продукцию. У них нет такого закона вообще, в принципе, вы понимаете? Можно отдельное видео сделать. Ты же недавно изучала этот вопрос про клинические исследования, про вот эти вот косметические клинические исследования. Что это такое? Косметические клинические исследования. Ну да, по сути, это полная ерунда. Никаких гарантий, что это безопасно. Давай сделаем так, давай оставим ссылки под этим видео, статью, в которой я читала про эти клинические исследования, как это всё происходит, и вы сами изучите, так же, как и я. Надеюсь, это видео было вам полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Обезопасьте себя и своих детей и рисуйте только у настоящих мастеров. И не ведитесь на вот эти вот разводы.